Good morning. Мы будем проверять все иностранные слова, которые мы знаем. Yes. Of course. Добрый ранок. Хорошо, молимся и начинаем. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за верность Твою, за то, что милость Твоя и благость обновилась к нам в это утро Божие. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что когда мы собираемся во имя Твое, Ты находишься посреди нас. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил это время, Отец, чтобы Ты пребывал среди нас и научал нас Твоим путям. Отец, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоей мудрости, сходящей свыше. И мы нуждаемся в Твоем Слове, которое сильно изменить нас, Боже. Пускай придет это Слово Божие, и дай нам быть не просто слушательными, но дай нам принять это Слово, которое может изменить наши жизни и исполнить его в наших жизнях, Отец. Бешем Ешуа Машехейну. Амин. Итак, мы вчера о чем-то говорили. И мы пытались вернуться для себя в некий момент времени. Какой же это момент времени? Вот история человечества. Здесь было начало. Да? Сколько? Две тысячи лет назад. На самом деле, если мы посмотрим на историю человечества, то мы узнаем, что приблизительно две тысячи лет люди жили без закона. Потом приблизительно две тысячи лет люди жили под законом. И потом еще две тысячи лет это царство Машеха, Новый Завет, Брит Хадаша. И потом еще тысячи лет Шабатон. Тысячелетнее царство. Ну, так себе представляет, в общем-то, все это время евреи. И не говорят, правда, из-за того, что мы вели себя не совсем хорошо, Машех не пришел. Но мы знаем о том, что он пришел. И мы знаем о том, что он пришел. И мы как раз вернулись приблизительно вот в этот промежуток времени, который здесь был. И начали рассуждать на тему того, что же происходило в жизни нашего народа вот в этот промежуток времени. Этот промежуток времени это было рождение. И еще. Потом его жизнь и служение. Да? Его жизнь, три года служения. Потом его смерть и воскресенье. Потом у нас был период, когда храм еще стоял и был разрушен. И потом, в общем-то, дальше пошла история. Еще было там начало рассеяния. Период, когда началось рассеяние. Да? Это было связано с возданием Баркобы и тем... 132. Да? Понятна картина. И нас интересовал вот этот вот период времени. потому что этот период времени, когда что-то менялось. Когда что-то менялось. Был один по которому, в общем-то, евреи ходили на протяжении всего этого периода. Это путь, данный нам через Маше на горе Синай. Да? И вот времени действия закона. И многие люди на сегодняшний день, они понимают, что вот это время, когда... Куда делся закон? Где сейчас закон? Он над нами? Да. Над нами? А написано, что мы не под законом. то есть, он над нами? Да. Нет, в синодальном переводе написано, что мы не под законом, но там неправильный перевод связанный с неправильным пониманием. Потому что все под законом, другое дело, что у закона есть две грани. значит, те, кто исполняет закон, значит, они находятся под благодатью закона, а те, кто не исполняют, они под наказанием закона, под проклятием закона, скажем так. Так, еще какие есть мнения? Еще мнения есть? Ку-ку. Были же еще мнения. А в ответ тишина. Добровольно принудительно начнем делать тишину. Пожалуйста, пожалуйста, говорите. Я прошу прощения. Вы знаете, к чему вы призваны? Вы знаете, к чему вы призваны? Не знаете, нет? К чему? Я вам подскажу. Закон записан у нас в сердце. Вы призваны прежде всего к послушанию. Поэтому, когда, не, все нормально. Когда вас что-то просят, не надо говорить не буду или буду. вы должны быть послушны тому образу учения, которому в сердце стали послушны. И поэтому Писание говорит в первом послании Петра, что мы призваны к послушанию. Будем послушны. Хорошо. Закон записан у нас в сердце. Именно обетование, которое мы читаем в Еремии 31 главе говорится о том, Еремия 31-31-33 говорит о том, что вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. И дальше Еремия пророчествует о том, какой это будет завет. не такой, какой я заключил с отцами в тот день. То есть не такой. Когда я взял за руку, чтобы вывести их из земли египетской, но вот завет мой, тот завет мой, они нарушены, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключил с домом Израиля после тех дней, говорит Господь, выложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом. Вот был человек и закон был над ним. И закон, который был над ним, он его что? Судил. Правильно? И мы знаем в общем-то из Писания, что вот тот закон, который был над ним и который его судил, никому, кроме Ешо, не удалось исполнить. И придя в Брид Хадаша, Господь дает нам обетование. Вот тот закон, который был, он говорит, наступают дни, когда вот этот закон будет помещен куда? Он будет над нами? Он будет над нами? Давайте попробуем. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их. Я, по-моему, написал, что закон, который был над нами, был вложен внутрь меня. Если что-то было в том месте, а теперь оно помещено внутрь меня, то оно осталось там? Ну, мы же дискутируем. Если закон записан Духом Божьим в сердцах наших, Духом Божьим, который пребывается, в сердцах наших, отец-то все равно на небесах. Закон одновременно и на небесах, и внутри нас. Если мы его истаргаем из своего сердца, он все равно остается над нами. Но это мое видение и понимание. Я не возражаю против, но скажите мне, если мы говорим об обетовании Брит Хадаша, то оно заключается в том, что закон находится где? В сердце. Если я вошел в Новый Завет, то Бог обещал мне, что он закон оттуда помещает в мое сердце. Так я читаю или нет? Читаете правильно, но я думаю, что все-таки есть моменты, которые связаны опять-таки с неточностями перевода, потому что закон это все-таки то же слово, которое у нас переведено как закон, оно на самом деле имеет множество различных аспектов и переводов. Согласен. Но я понимаю очень просто. Кстати, тут я думаю слово переведено как Тора. Тут все нормально с этим делом. Тора как учение да, она сейчас в нашем сердце и она движет нами и управляет. Тора есть закон. И произошло как раз вот то чудо Нового Завета, что Бог поместил его внутрь моего сердца и дал мне силы исполнить его. И поэтому я не нахожусь под осуждением закона, а нахожусь под чем? Закон, он изменил свое место пребывания и теперь он не осуждает меня, он находится внутри меня и Руаха Кодыш дает мне силы исполнять его. Поэтому я нахожусь под благодатью. Но если я отвергаю закон из моего сердца, то наступает вот все то, о чем говорили мы. В таком случае вопрос. Получается, что во времена Ветхого Завета, когда была дарована Тора, не было той благодати, которая существует сейчас? Написано, что благодать и истина произошли через кого? Через, да. Но так же написано приняли мы благодать на благодать. Но язык тоже является благодатью. Где находясь? Находясь над нами, но все равно являющейся благодатью. Не совсем так. Понятие благодати в новозаветном смысле произошло только в новом завете. Есть различные формы милости Божьей. И была милость, которая обращена ко всем людям, но была особая милость, хесет, которая была обращена к народу Божьему, находящемуся с ним в завете. И появляется совсем новое понимание благодати, которая существует и раскрывается в новом завете. нельзя, конечно, говорить о том, что благодати в Ветхом завете мы не видим. Мы видим. Мы видим проявление благодати. Но по-настоящему благодать открылась только в Ешо-Машехе. Скажу так, в полноте. Да. Хотя присутствовала частично в Израиле. Да. Но пока мы возвращаемся к этому. Здесь все согласны? Да. Мы можем иметь какие-то вещи, понимание свои. Это абсолютно нормально. Но в принципе, в принципе, когда мы говорим о принципиальной позиции нахождения закона, то мне кажется, вот такая картина будет достаточно справедлива. Нюансы, они могут присутствовать. Что происходит, когда мы отвергаем закон, когда он записан не Духом Святым и так дальше. Но мы говорим о том, что любовь Божья сделала с нашей сердца Духом Святым, мы запечатлены им, закон находится на скрижалях нашего сердца, мы имеем благодать и силу Руаха Кодыша, который дает нам возможность исполнить закон, и тогда мы находимся не под ним, он находится в нас, а мы находимся под благодатью, соответственно. Аминь. Разобрались здесь? Пришли к общему знаменателю? Слава Богу. Если губочку мне дадут, будет хорошо. Завод с тобой немножко. Хорошо. Итак, мы вчера разбирались, что же произошло вот здесь, вот в этот период времени, что был путь, по которому евреи приближались к Богу. Этот путь был дарован на горе Синае. И этот путь подразумевал две ступеньки. Какие это ступеньки? ритуальное. Ритуальное и нравственное числа. Две ступени. И этот путь достаточно четко и подробно во всех деталях был описан для нас в Синайском законе. Вторе, в Пятикнижье Моисея. Да? Был описан? И мы знаем о том, что существовали некоторые сложности, когда люди по своему произволу решали изменить этот путь. Что мы вчера вспоминали? Когда евреи решили сделать тельца. На самом деле их погибло намного больше. Нас интересовало как бы три тысячи в связи с Шавотом одним и три тысячи в связи с Шавотом другим. Но потом еще там были некоторые испытания, после которых погибла некоторая часть народа. Мы вчера об этом вспоминали. Когда люди по своему разумению, так как они хотели, так как они понимали правильным, так как им казалось хорошо, решили поклониться Святому Израилеву. Закончилось все достаточно печально. Бог сказал не надо хорошо, надо так как я повелел. и здесь в общем-то были определены некоторые ступени, по которым человек мог приближаться к Богу, они достаточно были подробно расписаны. Итак, вот здесь наступает момент порядка сорока лет, когда параллельно как бы существуют два пути. Да? Уже Новый Завет раскрылся. Уже Иешуа умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Но храм при этом еще продолжает существовать. И мы видим, что ученики Иешуа, зная о том, что происходит в храме, а что у нас происходит в храме, о чем мы говорили? Завеса разорвалась. Храмовые чудеса перестают происходить. Евреи сшивают завесу, она рвется еще раз. Да? Минора гаснет. Они закрывают двери, двери открываются. Что-то происходит. И мы видим о том, что многие из священников что делают? Покоряются вере. Но наступает момент, когда храм разрушен. И физически уже нет возможности идти по этому пути. Вот до этого момента еще была возможность приносить храмовые жертвы. До этого понимая, что что-то произошло, Шехина покинула храм, является на улицах Иерусалима, да? Но при всем при этом можно еще ходить этим путем? Можно ходить еще этим путем? Да. можно. И ученики Иешуа ходят этим путем. Они продолжают исполнять закон. Но наступает момент, когда этот путь он разрушается. И нету возможности приблизиться к Богу вот этим путем. Мы говорим о том, что в Бритхадыша существует тоже свой путь, по которому мы можем приближаться к Богу. Какой это путь? Нравственная чистота и истинная чистота. И опять-таки нельзя перепрыгнуть как и здесь со ступеньки на ступеньку миновать эту ступень, так и в Новом Завете нельзя этого сделать. Да? И перед самым разрушением храма, когда Иерусалим находился в осаде, был человек по имени как? Ханан Бензакая. Ханан Бензакая, который решает прикинуться мертвым, его выносят за пределы Иерусалима, он является Квиспосяаном, да? И просит ему разрешить открыть школу в Явне. Да? Я понял, что вас надо немного заставлять учить наизусть, особенно тех, которые не хотят этого делать. что говорил Яханан Бензакая? Клянусь вам, и мертвое тело не оскверняет, и воды не очищает, но сказал нам святой, да будет он благословен, вот закон, который я вам дал, и нету вас права нарушить его. Вот понимание самого Яханана Бензакая. Он говорит, есть закон, и нету у нас права его нарушать. И он понимал, что, в общем-то, если что-то случилось, и человек по своему усмотрению решает прийти к Богу, то что-то произойдет. Да? Как в случае с Тельцом. Есть сложности. Это понимание этого человека. Но что-то происходит, он видит, что путь прихода к Богу, который был открыт раньше, он становится невозможным. И тогда у них появляется практическая задача, которую нужно решать. Первый вопрос, который задают себе люди в то время, что лучше? Что лучше? Грешить и знать о том, что ты грешишь или грешить и не знать о том, что ты грешишь? Помним о грехах неведения, да? На самом деле вопрос имеет не очень теоретическое значение. Не очень теоретическое значение, а достаточно практическое значение. Почему? Потому что когда человек согрешает и не кается, когда человек согрешает и не кается, то в следующий раз ему легче совершить этот грех. И он становится все более и более доступным. Человек все больше и больше что делает? Развращается, грешит. его совесть в общем-то умирает в течение времени. Спасибо. Итак, они задают себе вопрос, хорошо ли будет, если народ будет грешить и понимать, что он грешит? Это хорошо будет? Некоторые говорят, да, хорошо, отлично, пускай дальше развращается, а некоторые говорят, нет, будет не очень хорошо. Еще раз, смотрите, если я грешу, осознаю и продолжаю грешить, то чем дальше, тем свободнее я буду это делать. Но если я согрешу и не буду знать, что я согрешил, будет ли это меня развращать? Нет. Нет. И они, в общем-то, подумали и пришли к такому же несложному умозаключению, к которому мы пришли сейчас здесь с вами. понятно, да? Мы пришли точно к такому же умозаключению, к которому пришли мудрецы. И они сказали, послушайте, если народ будет знать, что он находится в постоянной нечистоте, то он и не будет к ней стремиться, потому что он понимает, что все равно он нечист. Это понятно, да? Поэтому, слушайте, давайте мы им скажем, что все поменялось, что жертва заменяется молитвой, что они могут достигать определенной чистоты, если они желают исполнения заповедей, но мы знаем о том, что она невозможна, некоторые заповеди невозможно исполнить, но если они желают, то их желание вменяется в исполнение. да, я же хочу исполнить, но не могу, поскольку я хочу, то я уже исполнил. Совесть при этом останется у них чистой, и поэтому они будут думать, что у них все, следовательно, они будут стараться не грешить, следовательно, они не будут развращаться, и следовательно, мы каким-то образом сохраним вот этот народ в какой-то не то, что чистоте, но в каком-то порядке, и не будет народ развращаться. Они решали конкретную задачу, чтобы сохранить Израиль. И тогда Яханан Бензакай сказал, что мы создадим новую истинную религию, мы создадим новый путь, то есть был путь, по которому евреи приходили к своему Богу. Был путь. Этот путь был дан нам на горе Синай через пророка по имени Маше. Теперь мы знаем, что есть путь, обещанный нам через пророков. И мы вчера читали, что мы вчера читали? Не листаем, мы вспоминаем. Так, еще мы вспоминали про какой-то путь. нет, путь, вот путь, 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 путь. Исайя 35 глава. Будет новая дорога, нечистый не будет стоять на нем, и даже неопытный не заблудится. Путь это процесс, путь это дорога, да, из точки А в точку Б, но мы видим где-то в стороне какой-то путь, изобретенный Нехананом Банзакаем. Какой-то путь, какие-то правила жизни и поведения, которые, в общем-то, изобрел человек и сказал, нам надо как-то пройти, потому что мы видим, что вот этот путь, он закончил свое существование, этот путь мы не приемлем, но нам нужно куда-то идти, нам нужно продолжать как-то жить, нам нужно что-то делать с этим, и если мы скажем, что ничего нельзя делать, поэтому пути нельзя идти, нового мы не дадим, то евреи, как народ перестанут, поэтому мы скажем им, что правила изменились, что вот путь, по которому надо идти, и он сам, в общем-то, начал идти по этому пути, но вот в этом промежутке времени, в самом начале, вот здесь еще вот, они хранили, они хранили пепел, рыжие телицы, они продолжали очищаться посредством ритуалов, предписанных моисеевым законом, но даже делая это, они понимали, что едя пищу, они все равно скверняются, то есть достигнуть еще ритуальной чистоты в это время можно было, на какой-то короткий промежуток времени достигнуть ритуальной чистоты можно было, но достигнуть нравственной чистоты было уже невозможно, потому что жертву за грех негде было принести и поэтому они то понимали, что все, что они изобретают, они изобретают на какой-то короткий промежуток времени, пока Всевышний не восстановит храм. Люди, которые основывали этот путь, которые вырабатывали правила хождения по этому пути, сами понимали, что этот путь, он имеет временный характер, он короткий. Сам человек, который вырабатывал эти правила, мы вчера говорили о том, как он умирал. Что он говорил? Передо мной жить две дороги. И я не знаю, по какому пути меня поведут. не я иду, а меня поведут. То есть я прожил какую-то свою жизнь, я шел какой-то дорогой, но потом, куда меня поведут, я не понимаю. Ясно? Многие люди до сегодняшнего дня задаются одной и той же задачей, мучаются одной и той же задачей. Скажите мне, пожалуйста, где уверенность ваша, что идя по этой жизни, вы таки придете в то место, о котором вы говорите? Ведь многие люди основывали какие-то верования и религии на этой земле. Многие люди, они говорили, послушайте, последуйте за мной и вы придете в какое-то место. Но один, только один пришел туда, куда он звал. Всех остальных дружно закопали в землю. И только его гроб остался пуст. Я говорю, я иду за тем, кто попал туда, куда он звал нас. Все остальные, в общем-то, были дружно в земле. И если я пойду за всеми остальными, где я кончу, там же, где они закончили свой путь. Мне там не очень нравится. Лучше я пойду за тем, который попал таки туда, куда он всех звал. Он попал туда, больше я не знаю других. И поэтому мне лучше следовать по тому пути, по которому он прошел, чем изобретать свой новый путь, или идти за кем-то другим, который не попал сам туда, куда он звал. Понятно, да? Итак, этот путь, он носит временный характер. И дальше наши мудрецы, понимая о том, что это все носит временный характер, что это все нужно для того, чтобы сохранить народ, что это все на самом деле не совсем правда, если быть точным, совсем не правда, они вырабатывают эти правила. Они говорят, послушайте, мы понимаем, что мы что-то допустили в своей жизни, почему это случилось с нами? Ведь мы же знаем, что когда мы отвернулись от Бога, когда мы грешили ужасными грехами, когда мы убивали друг друга, когда в нашу жизнь пришло идолопоклонство, да? То Бог, в общем-то, допустил нашим врагам взять нас в плен и увезти с этой земли. Бог допустил, чтобы храм был разрушен. Бог допустил вавилонское пленение, но что-то произошло, оно произошло до времени, пока мы что не сделали? Мы покаялись. И когда мы покаялись через 70 лет, в своих грехах Бог вернул нас куда? Обратно. Бог вернул и позволил нам восстановить храм. Значит, ага, если мы хотим вернуться вот на эту дорогу, которая была раньше, нам нужно понять, из-за чего это произошло. Нам нужно понять, из-за чего все это произошло. и когда мы поймем, из-за чего это все произошло, и покаемся, что произойдет? Из-за поймем, мы делали возможность установить храм. Все просто. Ребята, значит, мы должны просто напрячься, да, и покаяться. Только надо разобраться в чем. И вот наши мудрецы начинают разбираться в чем же нам стоит покаяться. И начинают выдвигать различные идеи. Они начинают выдвигать различные идеи, понимая на самом деле, что проклятие 28 главы второзакония вступило в свою силу. 28 глава второзакония говорит о некоторых вещах, которые явно мы наблюдаем до сегодняшнего дня. Мы знаем прекрасно с 15 стиха. Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его, и постановления Его, которые заповедуют тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии, и постигнут тебя. И 63 стих, 64 И рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли. И будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои дерево камню. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет тебе место покоя для ноги твоей. И Господь даст нам тебе трепещущее сердце и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть перед тобой и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь, а если бы пришел вечер, а вечером ты скажешь, а если бы пришло утро. это то, что произошло. Это то, что произошло. То есть, мы понимаем о том, что проклятия, описанные в 28 главе второзакония, они пришли в нашу жизнь. Но нам нужно что-то сделать, чтобы пришло благословение. Потому что 28 глава второзакония начинается с благословения. Она начинается с того, что мы в общем-то можем наследовать на этой земле как народ Божий благословения. И если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди его, которые заповедовал тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов. И дальше идет до 14 стиха перечень благословений. Кстати, условия благословений и условия проклятий одинаковые или нет? спасибо. Еще какие мнения? Повторю. Есть условия, при которых наступает благословение. есть условия, при которых наступает проклятие. Слушаешься благодать, если не слушаешься. Спасибо большое. Значит, одинаковые. Слушаешься это, не слушаешься это. Одинаково. Ну, как бы зеркальное отражение. Это понятно? Да? Но на самом деле вы не внимательно слушаны. Есть разница. Есть разница и она большая. какая? разница и Павел говорил об этом, говоря опять-таки о... Остановимся на 28 главе второзакония на первом и пятнадцатом будешь исполнять, будешь жив, не будешь исполнять, умрешь. Будешь слушать глаза Господа Бога своего, исполняя, жив будешь. На самом деле нет. Огромная разница в первом стихе и в пятнадцатом. Давайте внимательно прочитаем еще раз. давайте внимательно попробуем прочитать еще раз. Итак, если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего и что делать? Тщательно исполнять. Значит, слушать и тщательно исполнять. С другой стороны, если же ты не будешь слушать, пока все нормально, и стараться исполнять. Говорится старание. Почему? Потому что, когда Всевышний давал свои законы, Он понимал, можно исполнить закон или нельзя. Но если бы Он сказал, если ты не исполнишь закон, то проклятие придет в твою жизнь, то проклятие бы пришло, Он говорит, вопрос не в том, что ты точно должен его исполнить. Ты должен хотя бы стараться его исполнить. и и если ты будешь прилагать к этому старания, то проклятие уже не придет, даже если ты его не исполнишь. Это то, о чем мы говорили, о проявлении Божьей милости и благости во времена даже Синайского Закон. С одной стороны, тщательное исполнение приводит благословение, но нежелание исполнять, нежелание приносит проклятие. И давайте зададим себе вопрос, скажите пожалуйста, неужели весь наш народ не желал исполнять? Моё понимание, возможно где-то я желал, но он не желал стараться, чтобы исполнять. Хорошо. Какие еще есть мнения? есть еще какие-то мнения? Есть мнения, что проклятие пришли за то, что он не старался? Господь говорил через своего сына, и они просто не услышали глаза Господа Бога своего и поэтому уже не могли исполнять. то есть они старались, но хотели по-своему. Спасибо. Первая часть. Если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Итак, мы читаем во второзаконии 18 глава 18 и 19 стих. Второзакония 18 глава 18 и 19 стих. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, которого как такого, как и ты, выложу слова мои в уста его, и он будет говорить им всем, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем с того я спрошу. Итак, Бог дает пророчество Маше, что придет время, когда он воздвигнет пророка такого же, как и Маше. Вопрос. А были ли в Израиле пророки такие, как Маше? А кто был пророком такой же, как Маше? Деяние 3 глава 22-23 стих. Деяние 3 глава 22-23 стих. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он будет говорить им. И будет, что всякая душа, которую они послушают пророка того, истребится из народа. вспоминаем, слова Ишуа. Он говорит, я говорю вам слова, которые я слышал от отца. Он все время говорил о том, что он говорит слова, которые он слышал от отца. И почему Ишуа пророк такой же, как Маше? В чем уникальное служение Маше, и в чем уникальное служение Ишуа? Маше общался со Всевышним лицом к лицу. И он слышал это все непосредственно из уст Божьих, то, что я передал народу. Так же Ишуа говорит, то, что вам говорю, слышал от отца. Еще раз. Скажите, пожалуйста, ну, по поводу лицом к лицу, спорное утверждение. Да. Но меня интересует вот какой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, к примеру, Исаия говорил не Божьи слова? Чем Исаия хуже Маше? Все пророки Божьи говорили те слова, которые они слышали от Бога. И они были его устами для народа. В чем это уже уникальность Маше? Маше вел народ. А Иисус Навин, к примеру, не вел народ? Нет. Тело Маше не было найдено. И так же Ишуа, то есть тело Ишуа, его нету. Хорошо. То есть а если тело какого-то пророка не было найдено тоже? В чем же уникальность служения Маше? И Ишуа сделал точно такую же часть, какую сделан Маше и стал точно таким же пророком, как был Маше. Маше единственный из пророков, который был законодателем. Принес закон. Спасибо большое. Еще раз. Маше был тем, кто принес закон, который принес завет с горы Сина. И Ишуа был тем, кто принес новый закон. Больше никто не приносил закона. И поэтому мы видим, что Ишуа точно такой же пророк, как Маше. Итак, Иоанна 8 глава 26 стих Б. Иоанна 8, 26 Б. И что я слышал от него, то и говорю миру. И те, кто не послушал в жизнь их пришло проклятие 28 главы. Очевидно, что весь наш народ или больше его часть не приняли. Иоанна 8, 26 стих Б. Вторая половина стиха. Б. Слышал от него, то и говорю миру. Я же вторая половина стиха. Б. А, это первая половина стиха. Б, это вторая половина стиха. Итак, твердо знай весь дом Израилю, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, Которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Деяние 2 глава 36 37 стих. Деяние 2 глава 36 и 37 стих. Они говорят слова Израилю о том, что что-то произошло и написано, что они умилились сердцем. Хорошее православное слово, но не совсем понятно, что произошло с евреями, когда они услышали проповедь. Что с ними произошло? На самом деле, они были поражены в самое сердце. То, что сказал им Петр, вы ждали Машеха, но то, что произошло, вы его убили. Тот, кто должен был принести вам спасение, вы его убили. И они поняли, что этот путь, он закончен для них. Идти по этому пути нельзя, и больше он не придет. для них, потому что они его распяли. И тогда человек погружается в полную безнадежность и безысходность, понимая, что дальше ожидать нечего. Он приходил, они его не приняли и убили. Но Петр говорит, покайтесь, и тогда спасение или новый путь, он будет открыт для вас. И те, кто ступил на этот путь, они получили больше, чем мог дать храм, больше, чем могли принести все жертвы. Они получили истинное прощение, очищение, освящение и стали на путь новый. Но были те, которые не смогли стать на этот путь. Покрывало, у которых на сердце лежало у них, которые решили пойти собственным путем, которые решили придумать собственную узкую дорогу, узкую тропинку, и они пошли по ней. В поисках того, что же нужно изменить. И они очень сильно хотели изменить. Они старались и прилагали усилия. Они каялись. Они говорили, это произошло, потому что мы не любили друг друга. Давайте любить друг друга. Это произошло, потому что мы не слушали своих учителей. Давайте слушать слушателей. Это потому, что мы не читали молитву Шма. Давайте будем читать молитву Шма. И начали ее читать дважды в день минимум. Это произошло, потому что мы не учим наших мальчиков Торе. Мы начали учить наших мальчиков Торе с детства. Но что бы мы не производили, что бы мы не делали, мы не можем вернуться на старый путь. И это печаль народа. Это печаль. Потому что мы бродим или большая часть нашего народа до сегодняшнего дня бродит по этому пути. Бродит. И уже стало делать честью чести не сознаваться в том, что мы давно заблудились. Что то, что было временным, данным на короткое время стало уже постоянным и забыто то, что это было временно. и то, что мы сегодня делаем, это уговариваем себя в том, что все хорошо. Понятно, да? Но этот путь никак не похож на этот путь старый и уж точно никак не похож на новый. Понятно? Путь, по которому идет сегодня Израиль не принявших Машеха это не путь, который был описан Маше, и это не путь, который был обещан пророками. Это нечто в стороне стоящее. Это какая-то тропинка, которая блуждает неизвестно где. И этот путь не похож ни на один, ни на другой. Это самовольный путь, который избрали люди и повели за ним по нему весь народ. Сейчас мы видим, что произошло в прошлом столетии. Израиль как земля восстановлен, как государство. Евреи имеют возможность вернуться и предполагают, что у них появится возможность восстановить храм. И это сейчас обнадеживает их на этом пути. Потому что, скажем так, я просто немножечко в курсе некоторых движений в этом направлении в среде иудаизма. И даже воскресенье был на лекции, и там утверждалось, что сейчас иудаизм достиг очень больших результатов за последние два столетия, которых не могли достичь на протяжении двух тысяч лет. Автор этой лекции Пин Хасполонский. То есть это один из самых серьезных оппонентов христианства на данный момент. на самом деле давайте посмотрим. Они достигли этого. Они достигли. Но их ли это заслуга? Это не их заслуга, и они это прекрасно осознают. И это тем более их еще больше обнадеживает. Они осознают в том, что пророчество, в котором говорили пророки, о том, что будет восстановлен Израиль, оно исполняется в наши дни. Что народ, который в общем-то был в рассеянии, собирается. И это то, о чем пророчество и это то, что мы видим на сегодняшний день. Но настоящая алия, она произойдет тогда, когда народ обратится к Ишу. Это отдельная тема. Но то, что происходит на сегодняшний день. Да, действительно, в двадцатом веке произошло сверхъестественное событие. Наш народ получил обратно свою землю. Да, язык, который был мертв, он ожил. Да, мы поселились на этой земле, начали говорить на том языке, который мы давно не говорили. Все это произошло. И да, на сегодняшний день существует музей третьего храма. где восстановлено храмовое утро. Да, мальчики из колена левия уже найдены. Да, они обучаются. И даже произошло несколько лет назад событие удивительное. Появилось животное, которое можно принести в жертву, в жертву, в жертву, Если вы видели там храмовый календарь, сфотографировано это животное, которое подходит с точки зрения закона к принесению жертвы. Именно вот та рыжая телеца, которой не было до сих пор. Все нормально, все как бы готово. Но они забыли о том, что Писание говорит, что храм будет восстановлен. И заодно Писание говорит, кто в нем воссядет. И заодно Писание говорит, кто же в нем воссядет. И отнюдь это будет не Машех. И когда я читаю труды некоторых деятелей, то там написано, как мы узнаем Машеха? Тот, кто примет самое активное участие в восстановлении храма, тот и есть. Кого они примут? Кого они примут? Можно себе только представить. Интересно, дело в том, что сила обольщения от всего того, что говорилось на той же лекции, она настолько велика, что даже скажем, такие моменты были высказаны, что христианство и ислам являются дочерними предприятиями иудаизма, что основной целью иудаизма является донесение именно Божьего закона всем народам мира, но эти две дочерние религии, они выполняют какие-то побочные функции, но движутся вроде бы в том же направлении, но основная нагрузка лежит на иудаизме и был призыв и к личному, и к общенародному покаянию, к восстановлению общения с Богом на уровне личности, на уровне народа, то есть достаточно серьезные библейские вещи, но в итоге ведущие как раз таки к восстановлению храма и к правлению Антихриста. Итак, мы остановимся сейчас вот на каком моменте. Они идут на протяжении последних почти двух тысяч лет по пути. Является ли этот путь тем путем, который описан Маше? Нет. Является ли этот тем путем, о котором пророчествовал Исаия? Значит, это какой-то третий путь, о котором мы не читаем в Писании. Общий итог. Понятен? Теперь мы поговорим после перерыва, куда нам двигаться дальше и что нам делать с теми знаниями, которые мы в общем-то сейчас имеем. Окей? Итак, мы видим несколько путей. Мы видим несколько путей. И я хотел рассказать вам об этих путях и представлениях людей о происходящем, чтобы вы понимали, как все было вот в этот промежуток времени, как появился этот, мягко говоря, левый путь, да, что двигало этими людьми вот здесь вот, во время всего этого происходящего. какие мысли были у людей, какие задачи они решали, на каких путях они стояли. Но вы помните, я предупреждал, что это должно быть ваше понимание, и вы не должны приходить к евреям и говорить, о, я все знаю, вы были обмануты с самого начала. Вот там мне рассказали, что был такой мужик, Яханан Бонзакая, он там все задумал, замутил, а те потом пошли за ним, и все пошло не твоим путем. Мы не для этого делали. Мы делали для того, чтобы понять, что часть людей, которые пошли и родились в этой культуре, и родились уже в этой культуре, и пошли этим путем, потому что им кто-то сказал уже, что этот путь правильный. Они были обмануты, и это не их вина. Понятно, да? Я говорил о том, чтобы появилось сострадание к этим людям. Для того, чтобы мы понимали, что имея определенные знания, кого и что происходило, имея представление вот об этих вещах, мы понимали, что они родились, наши братья по плоти, они родились не так, как мы в ассимилировавшей культуре. Они родились уже как бы в ортодоксальных семьях, где им уже сказали это как данность, где им сказали, что это вот так. Из детского возраста им одевали очки и говорили, посмотрите на мир сквозь эти очки. и они уже привыкли так, что этот мир выглядит для них в таком цвете, где абсолютно нормальное для них понимание, что этот путь правильный, правильный. Хотя нам предстоит вернуться назад и восстановить храм. Но для чего мне восстанавливать храм, если этот путь правильный, и я могу жить без храма? Может, где-то тут ошибка? то есть если я могу жить без храма, то зачем мне нужен храм? Если Бог изменил правила прихода к нему, установил действительно новый путь, то зачем мне возвращаться на старый? На сегодняшний день мы же говорим, что Бог обещал через пророка новый путь, и мы встанем на этот путь, и у нас нет никакого желания восстанавливать храм. Да? Но если мы стояли бы на этом пути, и Бог открывает нам новый путь, то зачем бы нам логически возвращаться на старый, если Бог открыл новый? Но этот путь, он не похож на старый, и не похож на новый. Это временный путь, который изобрели они для того, чтобы вернуться на старый, понимая, что на самом деле требование Бога к чистоте святости никто не отменял. Но забыв на секундочку, что нельзя самовольно служить Ему. Нельзя самовольно устанавливать свои правила поклонения святому Израилу. Понятно, да? Теперь, когда мы касаемся достаточно большого блока, который называется устная тора, мы должны помнить о том, что большую часть своей жизни наши братья по плоти, не принявшие Ешо, действительно излучают устную тору. Они изучают устную тору, забывая о том, что они, в общем-то, по большому счету не знают письменной. и способны понимать письменную тору только в призме устной. Я не говорю о знании Танаха. Понятно, да? И они, в общем-то, тратят достаточно много времени для того, чтобы изучить устную тору и понимать Танаха только в свете устной тора. Никому бы я не советовал приходить к этим людям и пытаться им открыть глаза на то, что действительно говорит Тора. Не нужно так делать. Мы приходим к практической части того, что нужно делать с нашими знаниями. Понятно, да? послушайте, евреям очень важно знать о том, что они находятся на правильном пути. Очень важно. Как и всем, в общем-то, людям на этой планете. Но когда вы приходите к человеку, когда вы приходите к человеку, вы говорите, послушайте, я знаю, как надо, особенно если этот человек еврей, он будет иметь мнение на всякий случай противоположное вашему. Ну, чтобы не согласиться с вами. А как же тогда поспорить? И если вы согласитесь с ним, то он его на всякий случай поменяет. Ну, чтобы беседа не прервалась. евреи специальным образом учат задавать вопросы. Поэтому, в общем-то, вы должны задавать тоже вопросы. Любому человеку очень полезно задавать вопросы. Вопрос хорош тем, что он подразумевает, что ваш собеседник, он начнет над чем-то размышлять. И хороший вопрос, он содержит, конечно, в себе 50% ответа. Да? Но в вашем случае вы должны знать один хороший еврейский анекдот. Когда молодой человек приходит к раввину и спрашивает его, Ребе, скажите, пожалуйста, а в чем смысл жизни? Ребе задумался, посмотрел на юношу, потом опять подумал и говорит ему, послушай, отличный вопрос, просто отличный вопрос, неужели ты хочешь, чтобы я испортил его ответом? Поэтому у вас должен быть набор хороших вопросов, которые не нужно портить ответами. Понятно, да? Помня о том, что помня о том, что когда вы, задавая вопрос, тут же спешите ответить на него, ваш ответ не будет воспринят. Дайте возможность человеку подумать, что такое грех? просто, что такое грех? Ты грешник или нет? Я грешник или нет? С точки зрения нашей традиции, нашей культуры, мы с тобой грешники или нет? Я вот размышляю над этим. ты что-то думал на эту тему? Нет, я не грешник. Слушай, ты что, исполнил весь закон? Послушай, часть же заповедей мы не можем исполнить. Как вот здесь поступать? Можно верно грешить? Или как ты думаешь? Это вопрос. Но я спешу на него отвечать? Я жду, как думает и мыслит мой брат, тот человек, с которым я общаюсь. Я задаю себе вопрос, проблема, грех. Как решить? Послушайте, они достаточно быстро расскажут, как они это решают. Достаточно быстро он выложит все знания, которые в Ешиве учат долго и упорно. Они тут же вам все расскажут. Квитэссенцию всего учения вам тут же быстро выложат. Как решить? в чем оправдание? Как я могу быть оправдан на сегодняшний день? Послушай, почему мы видим людей, которые общались с Богом? Народ, который общался с Богом и утратил это? Почему мы это потеряли? Как это можно вернуть? Я хочу, чтобы в моей жизни происходило то, что происходило в дне отцов наших. Мы же говорим о праздниках, молимся молитвами и говорим, что произведи те же самые чудеса, которые ты производил в эти дни, во времена отцов моих. Когда это было, когда он являл свою славу невероятным образом, почему этого сейчас не происходит? Тот, что задал, тот вопрос, который задал в свое время Гедеон, если Бог со мной, то почему я здесь? Послушайте, если мы понимаем, что Бог с нами, мы его измолвенный народ, все так хорошо, все отлично, то Гедеон спрашивал, почему я здесь? Если наши мудрецы правы, если все поменялось, все так хорошо, то почему я и мой народ находимся в таком положении? Почему Бог не являет свою славу? Почему храм разрушен? Почему мы не можем его восстановить? Что происходит, если все так классно? Это же вопросы? Если Он обещал пребывать среди нашего народа, если Он обещал нам, что Его присутствие будет среди нас, Он обещал это в своем слове? Послушайте, это те обетования, которые были даны Израилю, что Он построит себе скинью, не возгнушается нами и будет среди нас. Моше говорил о том, что послушай, я никуда не пойду, если ты не пойдешь со мною, потому что все, что отличает меня от всех остальных народов земли, это только ты, твое присутствие среди нас. И если тебя не будет с нами, то какой смысл нам куда-то идти? Понимаете? то почему, если все так классно, то, что обещано нам в Писании, оно не происходит в моей жизни, оно не происходит в твоей жизни, оно не происходит в нашей общине, оно не происходит среди народа Израиля, среди земли Израиля, этого нету. Послушай, что-то не так. Я хочу в этом разобраться, помоги мне в этом разобраться, давай поразмышляем над этим. Ну, конечно, мы можем сказать, я знаю правильный ответ Иисус. Ну, в этом случае это не похоже на белочку. Это правильный ответ. Вопрос, над которым мучились многие мудрецы, почему Бог рассеял нас, из-за чего, что мы сделали такого, что Бог рассеял нас по всему лицу земли и до сих пор не собрал. Да, государство Израиля есть, да, но мы далеко не все там. И еще часть пророчества должна исполниться. Что мне необходимо изменить лично, чтобы судьба всего народа, она изменилась? все мы прекрасно знаем теорию, да, что есть чаша весов, которая может быть перевешена одним евреем, и в жизнь всего народа придет благословение. Откуда ты знаешь, может это я и ты, откуда ты знаешь, нам нужно размышлять над этим, чтобы перевесить эту чашу весов. Это моя ответственность. С тобой принять правильное решение, поступать правильно перед Творцом, чтобы благословение пришло в жизнь нашего народа. И здесь это наша личная ответственность каждого человека, каждого еврея. И где найти ответы? И вы должны понимать, что на самом деле мы делаем иногда некоторые вещи, но приходим и начинаем проповедовать. Мы говорим, Иешуа. Для любого еврея в течение нескольких минут разговора будет понятно, что вы мессианский еврей. И что на самом деле речь идет о Иисусе. Но вы скажете, ну послушай, я не те христиане, которые христиане. Я не те христиане, которые уничтожали наших отцов. Я не те христиане, которые обрезали пейсы вместе с головой. Я не те христиане, которые обрезали пейсы с ушами. Я не те христиане, которые убивали наших матерей. Я не те христиане, которые устраивали погромы. Я хороший христианин. У тебя были плохие христиане, а я хороший. Захочет ли еврей с нами разговаривать? Нет. Поэтому не надо использовать какие-то слова, потому что вам достаточно быстро придется отвечать на прямые вопросы. Но если мы зададим вопросы, о которых мы говорили, то что-то произойдет. Потому что не моя прерогатива, не моя ответственность раскрывать глаза. Иван Леотанов 16 главе 7 по 11 стих. Евангелие Атеана 16 глава 7 по 11 стих. 20 21 21 22 24 24 25 26 26 27 27 28 29 28 29 31 31 32 32 33 34 34 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 39 39 40 41 42 42 42 42 42 43 43 44 42 44 Послушайте, с чего я начал? Что такое грех? Когда человек начинает думать о том, что такое грех, когда человек начинает размышлять на тему греха, кто приходит? И он говорит, он обличит о грехе, что не верует в Ишуа. Он говорит, если вы начнете думать вот об этом, для этого пришел Руаха Кодыш. Обличить о грехе, что не верует в меня. И когда человек начинает размышлять о грехе, как решить эту проблему, в чем причины, почему это все произошло, человек начинает обращаться к Богу, задавая ему эти вопросы. Неужели Руаха Кодыш не дает на них ответы? И поверьте, он это сделает намного лучше, чем мы с вами. Тогда человек приходит и говорит, что мне делать? Уже не вопрос, когда я прихожу, я говорю, послушай, ты это должен сделать. Он начинает с того, что он ничего никому не должен. Да? Это неверующий еврей? Я вам расскажу, что он вам должен. Ну что он вам расскажет. Послушайте, мы иногда так делаем. Мы иногда так делаем. И тут надо понимать, чья ответственность за что. Моя ответственность помочь человеку направить его размышления в правильное русло. Моя ответственность сказать ему, послушай, есть проблемы, которые стоило бы решать в этой жизни, а меня это не интересует. Ну хорошо, я сказал тебе о том, что это есть. И ты подумай над осуей. Мы так устроены, когда есть вопрос, мы размышляем над ответом. Так человек устроен. Он не может не думать. И если вопрос прозвучал, то уже человек начинает думать. Я еще об этом не думал. Окей, давай начнем. Когда-то надо начинать, рано или поздно нужно искать эти ответы. Почему бы нам и не искать их вместе? Меня это мало интересует. Представляешь, наступит время, когда это тебя заинтересует. И что ты тогда будешь делать? Если ты не будешь знать, что ответить сейчас. Евреям свойственно размышлять, надо им помочь размышлять в правильном направлении. Равно, как и всем остальным людям, мы можем помочь в этом же. Но когда мы начинаем им рассказывать правильные ответы, о которых нас никто не спрашивал, они почему-то не хотят их слушать. Странно, да? Ну, очевидно, потому что они вопросов не задавали. Понятно, да? Есть различные способы, конечно. Но если вы увидите еврея, помните простую вещь. Он не очень верит почему-то христианам. Причем даже не ортодоксальные евреи, даже евреи, которые, в общем-то, не верующие, ассимилированные. Какая-то есть проблема, связанная в взаимоотношениях христиан и евреев. И поэтому стоит учитывать культурные различия, стоит учитывать среду, в которой вы общаетесь, где вы говорите, как вы говорите. Кто окружает этого человека? Ну, поднимайте вопросы и не давайте на них ответов. Это очень такой нормальный еврейский превьюм. Задавать вопросы. Почти как в том анекдоте. Правда, что евреи всегда отвечают вопросом на вопрос? Так что, когда вас будут спрашивать ответ, вы тоже задавайте вопрос. Что будет нормально? Вы христианин? Как вы думаете? Не всегда можно напрямую отвечать. Это не всегда мудрость. Тем более, если вы будете задавать вопросы, то у него не будет повода спрашивать вас на тему христианства. Если вы не успели ему сказать, что вы мессианский еврей. Я говорю серьезные вещи. Ко мне подходят люди. Иногда меня просят посоветовать им почитать какую-то литературу, чтобы они могли общаться с ортодоксальными евреями. Я их спрашиваю. Откуда они знают, что вы христианин? Буквально через несколько минут разговора возникает конфликтная ситуация. Мне хотелось бы на равных с ними вести дискуссию, потому что они знают, что я мессианский еврей. Я говорю, странная история. Откуда они знают? Я говорю, я не знаю. Вот они как-то сразу быстро определяют. Я говорю, странно, я уже несколько лет общаюсь, и никто до сих пор не определил. Может быть, это потому, что ты говоришь, а я нет. Меня никто не спрашивал. Поэтому не определили. А судя по всему, ты, наверное, для начала разговора все рассказал? Он говорит, ну, да. Не надо спешить с этими заявлениями. Прежде всего, поймите, это наши братья. Мы призваны им служить, вызывать в них ревность по Богу. Понятно, да? Понятно, да? С историей, которую мы разбирали, все понятно? Лучше задайте вопросы. Почему? Потому что я вам специально оставил время, чтобы вы задали вопросы. Потому что принцип очень простой. Если у вас нет вопросов ко мне, то у меня могут появиться вопросы. А потом вы будете отвечать на тесты и будете говорить, а я не понял. так я помилую и задам вам вопросы. Послушайте, вы сюда пришли для того, чтобы получить определенные знания. И если вы пришли просто праздно послушать, это один вопрос. Я вас милую, и никаких проблем нет у меня с этим. Вы несете ответственность сами. Я хочу, чтобы произошло понимание. И именно поэтому я объяснял вам в некоторых частях, которые произошли. Путь, который существовал, и новый путь, который открылся. И невозможность продолжения стояния на этом пути. Та дорога, которая пошла, она пошла и еще неизвестно, куда придет. Как далеко. Она не похожа на нее. Я объяснял о моментах, когда люди вот здесь вот стали на этот путь. Что произошло вот здесь. очень важная часть. Наш народ был призван для того, чтобы быть чистым. Для того, чтобы возвещать славу Творца для других народов. В этом призвании нашего народа мы говорили о уникальности евреевского призвания. Мы говорили о том, что еврей призван был служить Богу. И если человек не служил Богу Авраама и Цхака и Иакова, то соответственно у него наступали в жизни проблемы, если он отвергал это призвание. Но он исполнял это призвание и все у него в жизни было хорошо. И не евреи, которые решили служить Богу Авраама и Цхака и Иакова, становились кем? Евреями. Почему? Потому что они не входили в призвание евреев. И когда мы говорим в общем-то Богу Авраама и Цхака и Иакова, когда мы говорим о отдельном благословении того служения, к которому вы вошли, вы знаете почему мессианское служение это особое служение и особое благословение, которое существует на этом служении? Благословлю благословляющих. Еще. Есть, вот мы сегодня, к примеру, вспоминали о 28 главе Второзакония. Справедлива ли эта глава для всех христиан? Распространяется ли действие 28 главы Второзакония для всех христиан? Да. Некоторые сказали да, а некоторые сказали нет. Это нормально в еврейской среде. А я думаю очень простую вещь. Я задам еще один вопрос. Наводящий. Скажите, пожалуйста, если да, то распространяется ли вся глава или только половина? Правильно? С первого по пятнадцатую. С первого стиха по 14 А. Тогда до конца главы тоже. С пятнадцатого до конца главы тоже, да? Ну, пятнадцатый это начало вступления в проклятие. С первого по четырнадцатый это условия вступления в благословение собственно говоря благословения, а с пятнадцатого дальше même Если, кроме земли, отлично. Скажите мне, пожалуйста, мы сегодня там читали 64 стиха. Возможно ли, чтобы это проклятие принципиально наступило в жизни христиан? И рассеет тебя Господь по всему лицу земли. Как с этим быть? Хороший вопрос содержит 50% правильного ответа. Возможно? Христиан по всему лицу земли. Это как проклятие, да? А, благословение. Нет, 64 стих, в общем, заключает в себе проклятие. Для нас это благословение. И будем служить иным богам. Деревую камню, которых мы... Мы 64. Мы 64, да, там все нормально. Там мало не покажется. И будешь иметь трепещущее сердце. Может это прийти в жизнь христиан? Не может прийти. Не нужен. Почему? Скажите, пожалуйста, знаете, очень любопытный вопрос. Когда-то меня... Когда я обратился в христианство, будучи, в общем-то, яром атеистом и никогда не будучи православным человеком, родственники моей жены восстали, возмутились и сказали, ты предал веру наших отцов. Нет. Ну, я как бы ничего против не имею таких высказываний. Я спрашиваю, скажите мне, пожалуйста, мне чисто интересно, а вы что верили наши отцы? Я не возражаю. Может быть. Ну, скажите, пожалуйста, а вы что не верили? Ну, давайте вернемся к рунам, ведам, которые существовали на территории Киевской Руси до христианства. Это же вера наших отцов была. Говорит, вы предлагаете... Не-не-не, мы не это имели в виду. А, в этом смысле? Тогда вы тоже предатели. Вы же предали веру ваших отцов. Понятно, да? Но там сказано, что вы будете служить иным богам, которых не знали ваши отцы. Наши отцы знали бога Авраама и Цхака и Иакова. И когда говорится об этом проклятии, говорится о том, что мы, как народ, можем отвернуться от нашего бога и начать служить иным богам. Это серьезное проклятие. И тут надо понимать, что, в общем-то, христиане не наследуют материальных благословений, обещанных потомкам Авраама и Цхака и Иакова. Являемся ли мы все верующие земли потомками Авраама, отца веры? По плоти не все. По духу. Хорошее слово. Четвертая глава. Послание к римлянам. Раскрывает нам веру, которую имел отец наш Авраам. И которая вменилась ему в праведность. Подождите, открывайте. Не спешите. Все будет хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что отец наш Авраам? Вам тяжело будет одновременно читать и слушать меня. Вы же помните, что вы призваны к послушанию. Поэтому, пожалуйста, вам нужен правильный ответ? Вы хотите его узнать? Вы его узнаете. Но сначала послушайте. Мы же сейчас проверяем ваше знание Писания. Вы знаете о том, что все верующие потомки Авраама, отца веры? Что вера Авраама вменяется всем нам в праведность? Я задаю вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а какую веру имел наш отец Авраам, когда она вменилась ему в праведность? Когда наступил момент в жизни отца нашего Авраама, вот его была жизнь, и на каком-то этапе его жизни вера его вменилась ему в праведность? Когда это произошло? 22-я глава Послушание Послушание и когда? Когда он вышел от своих родителей 12-я глава Когда он поверил, что его потомки как звезды небесные Большое спасибо. Открываем 15-ю главу. Открываем 15-ю главу. Вы не поверите, когда говорится речь об Аврааме, очевидно, бытие. Я так думаю. Если говорится о жизни Авраама, то лучше, наверное, искать 15-ю главу в бытие. Я так думал. Я же не сказал, что я знал. Шестой стих. Что там написано? Попробуйте почитать с 12-й главы и найдите это выражение чуть раньше. Я думаю, вам это не удастся. Сейчас читать не надо. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал «Ладыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным распорядителем в доме моем этом Элизер из Дамаска». И сказал Авраам «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано «Не будет он твоим наследником». Но тот, кто произойдет исчресел твоих будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал «Посмотри на небо и сочетай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу и он менил ему это праведность. Удивительная часть. Были ли дела веры вот здесь? Некоторые сказали «Да». Некоторые сказали «Нет». Я думаю в общем-то были. И он был послушен. И он шел. И доверял Господу. И он верил ему. Но вот здесь в 15 главе мы видим какую-то особую веру, которая вменилась ему в праведность. Какую-то особую веру, которая вменилась ему в праведность. До этого Бог Бог не говорил о том, что ему что-то вменилось в праведность. Да? Что же скажем, Авраам отец наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. если Авраам оправдался делами, да, воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему к того, кто оправдывает нечестивого, вера ему вменяется в праведность. Да? И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело и утроба сарена в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но был тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Потому и вменилась ему в праведность. Вера в то, что не могло произойти. Вера в невероятное, вера в невозможное, вера, которая позднее делами достигла чего? Но та вера в невозможное, которая у него была, она вменилась ему в праведность. И поэтому апостол Шауль говорит, потому и вменилась ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилась ему, но и в отношении к нам вменится и нам верующим в того, кто воскресил из мертвых Ешоа Машеха Господа нашего. Вера. Вера. Но вот вопрос. Были ли потомки, которые наследовали обетование, обещанные отцу нашему Аврааму на этой земле? Сколько у него сыновей было? Много. Много. Но всех он их отослал с подарками и все, что ему принадлежало, Авраам передал и Бог является к Ицхаку и подтверждает все обетования, данные Аврааму отцу его. А у Ицхака сколько было сыновей? Кому перешли? И Бог является к Иакову и и поэтому мы говорим Бог потому что все земные благословения обещанные Аврааму перешли к Ицхаку и от Ицхака к Иакову. Поэтому мы вспоминаем и все мы потомки Израиля наследуем обетование Авраама. Извините, физическое. Физические обетования наследуют потомки физические. При определенных условиях. они все были собственно говоря условны. Они имели определенные условия для того, чтобы наследовать обетование. Божья любовь излитая в наших сердцах она излилась безусловно. И поэтому мы имеем благословение и часть в мире грядущем по благодати. Но не по нашим делам. И это не отдел, чтобы никто не хвалился. И обетование Нового Завета они в общем-то как это ни странно все духовны. Вы подозрительно на меня смотрите я наверное прочитаю. Как от Божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славы и благодатью. Которые дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божественного естества, удалившись от господствующего в мире расстранения плохоти. Так вы прилагая к всему старания, покажите веришь добродетель, рассудительность воздержания. Понятно, да? Мы имеем великие и драгоценные обетования. Так? Благословен Господь, Бог и Отец нашего Господа Ишуа Машеха по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетремному, чистому, неувидаемому, хранящемуся для нас на небесах. Наследие этих ребят где было? А наше где? Итак, в мессианских общинах потомки Авраама, Ицхака, Иакова при исполнении определенных правил наследуют обытование на земле. Служа народу Авраама Ицхака Иакова, мы наследуем обетование Авраама, благословляющего тебя. И все мы имеем третью линию благословения духовную, как те, кто последовали за Авраамом и их вера обменилась им в праведность. И мы призваны к лучшему наследнему хранящемуся для нас на небесах. Здесь все понятно? Я, конечно, не хотел расстраивать тех из вас, кто не родились физически потомками Авраама, Ицхака и Акова. Но для вас я могу сказать, вы наследуете лучшее обетование на небесах. И это поистине вещи, которые важнее в жизни для человека. Но мы почему-то хотим еще немного подсоревать на этой земле. не всегда получается. Бог силен благословить нас материально, если это будет в его воле. Что мы были всегда богаты на всякое доброе дело. Опять-таки не для нас. Понятно, да? Так что будем служить ему. Вторая часть, которая касалась особого помазания. Если у нас основание рассчитывает на особое помазание. Особое помазание на служение евреям, которое более сильное, чем во всех остальных церквях, которые не служат евреям. почему? Вопрос к тем, кто сказал, конечно. Что говорит Ешуа? Матвея, 11 глава, с 20 стиха. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе Хорозин, горе тебе Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Странное перечисление. Случайно вы не подскажете, что за города Вифсаида, Капернаум, Хорозин. Чьи это города? Кто там жил? Вы так думаете? Евреи там жили? Там жили евреи. А вот теперь вопрос, а кто жил в Тире, в Сидоне и Содоме? Да. И Ишуа говорит еврейским городам, что силы, явленные в них, были больше, чем силы, явленные в языческих городах. И он говорит о том, что если бы такие силы были явлены в языческих городах, то они бы покаялись. Но что-то происходит с евреями, что им приходится являть большую силу, но при этом они еще и не покаяются. Я вам говорю, вы печалитесь? Ну, радуйтесь, потому что Бог явит еще большую силу, так что они покаяются. И когда Бог говорит о том, что Он заинтересован, во-первых, в служении кому? Иудеям, а потом и всем остальным, то Его внимание на на кого? И если мы в своем уме держим служение евреям, то здесь мы совпадаем с желанием Божьим? И Он говорит, что Он будет являть для этих людей большую силу, чем для всех остальных. Во-первых, для них, потом для всех остальных. Поэтому, в общем-то, и помазание, и благословение для тех людей, которые приняли для себя решение служить евреям, оно больше, чем для всех остальных. Потому, что Бог заинтересован в этом больше. Понятно, да? Это вам как ободрение. Дополнительный бонус перед экзаменом. Шутка. Да. Я так чувствую, что этот вопрос все-таки связан с нынешней темой. Значит, Бытие, 27-28 глава, значит, где Яков наследовал два благословения от своего отца. Одно, которое не предназначалось ему по первородству, значит, а одно, которое предназначалось ему непосредственно уже как Якову человеку шатров, как я это понимаю. И эти благословения немного отличаются, не немного, они такие радикально отличаются друг от друга. Значит, я сейчас прочитаю, потом поясню, что я вижу в этом. И вот значит, благословение, которое Яков получил вместо Исаава. Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды, и благословил его, и сказал, вот запах от сына моего, запах от поля, которое благословил Господь. И вот благословение начинается. Да даст тебе Бог от росы небесной, и от тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, знающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены. Я вижу в этом благословение на царство, именно как земной институт власти. Значит, 28 глава. И призвал Исаак Якова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал, не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, выйди в Месопотамию, в дом Вафуила. Так, вот, Бог же всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. Значит, тут вот я вижу, здесь я вижу священническое благословение. Значит, и в этом человеке оно, скажем, объединилось благословение царское и священническое. Значит, и вот отличия принципиальные все-таки имеются, вот благословения материальные, по идее, значит, священнику не принадлежат. Принадлежат. Мы говорим о том, что один и тот же человек наследовал два благословения. Да, это так, здесь так написано. И потому, что в нем, в общем-то, заключены были в чреслах его все цены Израиля. Он-то стал, собственно говоря, им же Израиля. Да. И его потомкам отошла земля, все материальные благословения, и, в общем-то, из его чесел и произошли священники. Значит, момент. Здесь сказано, что именно священническое благословение является благословением Авраама. Ну вот, Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, и да будет у тебя множество народов, и даст тебе благословение Авраама. Чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которое Бог дал Аврааму. Случайно земля, это какое благословение? Земля, земное благословение. Но касательно царствования, значит, это предназначалось Исау. Это благословение, еще раз, оно предназначалось Исау, но наследовал его кто? Яков. Ну, я хочу понять принципиальную разницу в таком случае между этими двумя благословениями. То есть, если здесь зашла речь о благословении земном, о благословении духовном, значит, можно ли в этих двух благословениях как раз-таки увидеть вот эту разницу? Смотрите, мы видим часть в первом благословении земной и духовном. Видим? Материальное благословение мы в первой части видим? Да. А во второй? Земля. Ну, это материальное благословение? Да. Мы видим? Видим. И там, и там мы видим материальное благословение. Да. И, в общем-то, можно разделять как бы это благословение для этих, а это благословение для этих. На самом деле, то благословение, которое досталось ему, оно и принадлежало ему. Оно не принадлежало никому другому, кроме Израиля. Потому что, если бы оно принадлежало Исаву, оно бы досталось Исаву. Но Исав его продал. И тогда Исав был Израилем. Анияков. Тогда бы все принадлежало ему. И очень любопытные вещи мы можем видеть, как бы, в истории патриарха. Мы можем любопытнейшие вещи видеть в сыне обетования, в Исаке. Очень интересные вещи. Почему наш праотец Израиль так часто встречаются? А Иаков так редко мы его вспоминаем. Ицкака, извините. Мы так редко вспоминаем. Почему мы говорим об Иаке? Это вопросы, которые мы будем рассматривать чуть-чуть позже. И с благословениями материальными, и с частью касаемых денег, и духовных, может, каких-то вещей, мы будем разбираться немножко позже. Вопрос я понял, я постараюсь на него ответить. Да, сейчас мы начинаем после перерыва. Теперь поговорим уже о деньгах. О, какие вопросы? Хочется узнать, причем все мы будем говорить за ваши деньги, не за мои. Деньги, деньги, деньги. Один из важных вопросов, который, в общем-то, волнует большинство людей, которые живут на этой земле. Как это ни странно, деньги, они имеют постоянную природу. Деньги, некоторые утверждают, что исчезать. Деньги, это то, что, в общем-то, является олицетворением материального мира, и то, что окружает нас, пока мы на этой земле. Деньги не имеют вечной природы. Слава Богу, на небе их, собственно говоря, не будет. Но они имеют постоянную природу. И мы вступаем с ними в некое взаимоотношение. И прежде, чем поговорить о том, какие взаимоотношения мы имеем с ними, давайте ответим на банальный простой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, творение материального мира. Так все понимаем, да? Нет. Особое мнение? Я считаю, что это благословение от Бога. Но все зависит от того, отчасти, не во всех случаях, правда. Если, конечно, деньги добыты преступным путем, это не может являться благословением Бога. это форма проживания, форма выживаемости, которую Бог допустил, чтобы мы покупали хлеб, воду и так далее, мясо. Я прошу прощения. Я сделал некое утверждение. Деньги олицетворяет собой материальный мир. Скажите, пожалуйста, хлеб это материальная вещь? Да. Вода это материальная вещь? Да. Одежда это те вещи, которые вы приобретаете за что? За деньги. Но вы сказали только что, что деньги не являются собой частью материального мира, не олицетворяют материальный мир. Поэтому я вас и попросил пояснить, что вы имели ввиду. Сейчас. Сейчас поймем по-на-листу. Звук другого сейчас. Я могу дать возможность. Вы что-то нематериальное пытаетесь приобрести за деньги? Еще раз. Деньги это олицетворение материального мира. Деньги можно приобрести авторитет. Я прошу прощения. Влияние, которое вы приобретаете за деньги, каким образом вы будете приобретать? Власть. Власть каким образом вы будете приобретать? Заплатят, проголосуют. для некоторых даже мое появление достаточное будет. Я понял, но тогда деньги здесь ни при чем. А мы же о деньгах. Я понял. Если вы поняли, тогда мы остановимся на следующей вещи. Если все согласились с тем, что деньги в общем-то собой олицетворяет материальный мир, и деньги превращаются во что-то материальное, мы что-то покупаем. Придя в магазин, когда вы приобретаете себе что-то, вы ожидаете получить что-то материальное или власть? Весь ситуация здесь в какой положении занимает, но когда мы покупаем авторитет или власть, мы приходим не в магазин. А куда вы приходите? Там, где его дают. И где его дают? Все зависит от того, в каком мире находимся. В каком мире находитесь? Я бывает нахожусь в мире рабочих, социального класса рабочих, и в мире политиков. И в мире политиков. И там присутствует такой метод покупки влияния. Место нахождения. И от этого зависит мой авторитет и так далее. Количество моей власти. прощения. Место нахождения. Тут очень быстро все вы говорите. Я знаю, чтобы стать народным депутатом Украины, нужно заплатить 11 миллионов долларов. И я приобрету влияние власти. Я прошу прощения, но мне же нужно платить. Это как в магазине. Это как в магазине, но не в магазине. В отсутствует продажа депутатского мандата. В том магазине, куда вы приходите, да, но есть другой магазин, где присутствует. Понятно, да? И вы приобретаете себе деньги и власть для того, чтобы приобрететь новые деньги, а не просто их потерять. Понятно, да? Итак, вернемся к более банальным вещам, таким, как магазины, где мы покупаем вещи, продукты, питание, одежду и так дальше. Мы идем от высоких сфер политики, власти и всего остального. Потому что приобретая весь мир, в общем-то, мы приобретаем что-то материальное. Приобретая власть, мы все равно стремимся этим обладать для чего-то материально. Итак, деньги олицетворяют собой часть материального мира. Потому что для того, чтобы получить эти деньги, вам надо было что-то произвести, да, для того, чтобы вам их дали. Вам нужно было что-то все равно делать. Вам нужно было зарабатывать, работать. Бывает умственный труд, бывает физический, вы по-разному этим занимаетесь, но когда вы это делаете, вы делаете для того, чтобы получить эти маленькие бумажки, которые вы меняете все равно на то, чтобы кушать, одеваться и так дальше. Так вот, деньги часть олицетворяет собой часть материального мира. Хорошо. На них вы можете приобретать землю, то, что находится в земле, водоемы, острова, ну, что-то вот такое нормально можете приобретать. И вопрос заключается в том, насколько хороши деньги или плохие деньги, или нейтральные. Какие они по своей сути? Хорошие, плохие или нейтральные? Как их используют? Если они были нейтральны, зачем они появились? Зачем они тогда существуют? Они существуют для того, чтобы приобретать товар. Товар, деньги, товар. Я думаю, что деньги нейтральные, цели, на которые они расходуются, как инструмент, определяют уже в дальнейшем, они являются чистыми и нечистыми. Хорошо. Все в данной аудитории думают, что деньги нейтральные? Какие они? Я считаю, что они не могут быть нейтральными по той причине, что они уже имеют с собой цель. Я не спрашиваю. Понял. Просто скажите, они хорошие, они плохие или нейтральные? Ну, тут же выбора немного. Первоначально хорошие? Первоначально хорошие. Хорошо. Начинать от изменчивости наших целей они потом становятся... Потом, пожалуйста, я вас прошу. Ну, понимаете, в чем дело? Существует как бы банальная вещь. Вот деньги. Я же спрашиваю не потом, не раньше. Они же, вот видите, бумажка. Хорошая. Вот некоторые говорят, что она хорошая. Вы же не знаете, что я с ней сделаю, правильно? Это зависит уже от вас. Это зависит от меня. Но скажите, бумажка станет плохой? Она станет плохой, если я на нее куплю водку. я же не спрашиваю про мой выбор, правильно? Я спрашиваю про бумажку. Если я пожертвую ее в Царство Небесное, она станет хорошей или останется такой же бумажкой? Бумажка. Вот это нормально. Я простые вещи спрашиваю. Когда дело идет о деньгах, идет речь о чем-то простом, что можно пощупать, что можно купить. Мы же не говорим о каких-то высоких сейчас вещах духовных. Мы говорим о деньгах. Даже не о финансах, о деньгах. Просто о деньгах. Когда я вышел первый раз проповедовать на тему сбора пожертвований, я как-то странно говорил все время о финансах. И когда я спустился, один мой знакомый подошел ко мне и спросил, говорит, Дима, ты с женой дома тоже о финансах говоришь или о деньгах? Я говорю, с женой дома о деньгах. Она говорит, а что ж тогда там ты о финансах решил поговорить? Деньги, это простая вещь. И они окружают нас каждый день. И мы ими пользуемся каждый день. Да, нормально, абсолютно нормальные простые вещи. И меня интересует, эта вещь нейтральная или хорошая? Нейтральная, хорошая. Да, нейтральная. Вы помните, я же коварно вас спросил, деньги это олицетворение материального мира? А когда Бог творил материальный мир, что Он сказал? Хорошо. Бог назвал материальный мир каким? И деньги соответственно какие? Хорошие, хорошие, все нормально, все хорошо. Вот тут уже второй вопрос, наши отношения, это отдельная история. Наши отношения к деньгам, как мы распоряжаемся и так дальше, это отдельная история. Итак, сами деньги, они по себе хорошие. Хорошие. Ничего плохого в них нет. Итак, наша тема будет посвящена действительно вот этим хорошим, хорошим деньгам. И нас будет интересовать взаимоотношение человека и Бога на протяжении истории «История человечества», который человек строил посредством денег. Был первый период в истории человечества до закона. Мы уже рисовали. Этот период характеризовался тем, что люди поступали так, как они в общем-то себе представляли. В этот период времени вступал ли Бог во взаимоотношения с человеком? Я думаю, да. Я тоже так думаю. И Бог вступал во взаимоотношения с человеком, а человек выражал свою благодарность так, как он это понимал. Бог наказывал за это? Нет. Человек в общем-то поступал по своему разумению, выражая свою благодарность Богу за то, что Бог вмешивается в его жизнь, так, как он себе это представлял. Принося какие-то дары, жертвы, всесожжения, так, как он себе это понимал. Потом наступил второй период, который, собственно говоря, был обещан одному из людей, живущим вот здесь. В этот период времени один из людей получает обетование. Кто у нас получил обетование? Авраам. Бытие, 12 глава, 2 стих. Бытие, 12 глава, 2 стих. Авраам получает обетование. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты в благословении. Итак, наступает второй период. В этот период Бог действительно производит от Авраама, от его потомков великий народ и дает этому великому народу. Причем очень любопытно. Когда Бог дает этот закон, он обсуждает поведение человека вот в этот период времени. не обсуждает. В левитам 26 глава нет, извините. Второзаконие 12 глава 8 стих. Второзаконие 12 8 Там вы не должны делать всего, мы теперь здесь делаем. Каждое что ему кажется правильным. То есть вот здесь вот и вот здесь в этот период люди как-то делали как им казалось правильным. Они выражали свою благодарность Богу как им казалось правильным. Но Бог говорит послушайте когда вы придете туда вы уже не будете так поступать. Вы будете поступать в соответствии с законом. И мы говорили о том что Израиль был создан как народ из родового общества из потомков Израиля которые вышли из земли египетской в один день когда Всевышний даровал им закон. Даровав им закон он даровал им еще одно обетование и он сказал им Левит 26 глава 11 12 стих Левит 26 глава 11 12 стих 13 И поставлю жилище мое среди вас и душа моя не возгнушается вами и буду ходить среди вас и буду вашим Богом а вы будете моим народом Бог говорит о том что Он поставит свое жилище среди Израиля и будет ходить обитать среди Израиля Он устанавливает место поклонения и способ поклонения ему да и говорит о том законе который Он дает Израилю что этот закон отличается от всех законов существующих на земле 2 законе 4 глава 8 стих 2 законе 4 глава 8 стих Если какой великий народ у которого были бы такие справедливые постановления и законы как весь закон сей который я предлагаю вам сегодня понятно да Он отделяет для себя народ оставляя узкую дверь вхождения в его народ который мы называем как геюр или в греческом эти люди которые прошли через эту дверь названы паразелитами то есть был путь по которому были люди которые могли войти в тот народ который Бог отделил для себя дам место поклонения способ поклонения и свои законы которые определяли все сферы жизни израильского общества которые определяли взаимоотношения установленные как нужно поклоняться Богу и определяли взаимоотношения между человеком то есть определяли взаимоотношения вот так и вот так это был этот период и в этот же период его народ получает обетование чего нового завета обетование нового завета или нового закона в этот период в общем-то собственно говоря мы живем до сегодняшнего дня он наступил и мы живем итак что-то любопытное происходит в этот период здесь мы помним некоторые вещи которые Бог говорил он создает новый народ здесь он создал народ который назывался как а здесь он создает новый народ при этом призвание которое было на этом народе не отменяется не упраздняется не исчезает не испаряется оно остается для этого народа но он при этом создает новый народ какой это народ и в общем-то он создает его исполняя пророчество пророка оси как оси говорится это римлянам 9 глава 25 стих не мой народ назову моим народом и не возлюбленную возлюбленную в первом петра 2 глава 10 стих 1 петра 2 глава 10 стих некогда не народ а ныне народ божий некогда не помилованный а ныне помилованный появляется новый народ да и этому новому народу этому новому народу дается что новое место поклонения 2 коринфянам 6 глава 16 стих 2 коринфянам 6 глава 16 стих какая совместимость храма божьего с идолом ибо вы храм бога живого как сказал бог вселюсь в них и буду ходить в них и буду их богом а они будут моим народом бог обещает вселиться и ходить здесь бог что обещал ходить посреди своего народа и здесь бог говорит о том что он будет ходить посреди своего народа Он устанавливает новое место поклонения. Какое это место поклонения? Матвея 18 глава, 20 стих. Матвея 18 глава, 20 стих. Ибо где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них. Новое место поклонения на всяком месте, где двое или трое будут собраны во имя Его. Аллилуйя. И Он даёт им новый закон царский, закон любви, закон свободы. В этот период Бог вступает с человеком во взаимоотношения, как с частью народа. Для того, чтобы направлять народ. Ради народа. И здесь Бог вступал в личные взаимоотношения с человеком для конкретного человека. Здесь Он вступает во взаимоотношения с человеком, как с частью или представителем народа, ради народа. Здесь совмещается то, что было здесь и здесь. Он вступает в личные отношения с человеком, как с частью народа, для блага человека и для блага народа. Он вступает с нами во взаимоотношения, как со своими детьми, как с частью его народа. И невозможно на сегодняшний день мою личную, собственную судьбу отделить от судьбы народа Божьего и Израиля. Итак, здесь понятно, да? Здесь все понятно? Вопросы есть? Теперь мы видим такое странное желание иногда у нас расстаться с деньгами. Бывает у вас такое желание? Да. Часто. Часто. Постоянно. Теперь вопрос. Ваше желание расстаться с деньгами, в общем-то, достаточно естественное. Но естественно ли расставаться с деньгами и не получать ничего взамен? Естественно. Естественно? Когда вы так делаете? Когда благословляю. Заходите в магазин и начинаете благословлять. Нет, не в магазин. Когда прохожу, захотел бабушке просто подать благословитель, чтобы ей помогло. Чем-то. Может, она себе лекарства купит или хлеб. Вы просто захотели. Я просто захотел дать. У меня было побуждение внутреннее. Это естественное побуждение? Это естественное побуждение. Это естественное побуждение. Хорошо. Выйдите на улицу, расскажите о своем естественном побуждении. Для них это будет неестественно. Так это естественное побуждение или неестественное? Для меня да, для них нет. Не, а мы для человека спрашиваем. Для человека это будет неестественно. мы говорим о человеке послушайте и мы говорим о человеке и проявлениях естественных для человека естественных проблем ничего я очень рад что вы спасенные свыше люди я очень рад и счастлив смотрите пожалуйста а поведение спасенного человека рожденного свыше естественно ли для тех людей которые ходят по улице для тех людей для них для них мы бы этот будет неестественно хорошо мы должны понимать в общем то какие-то вещи которые мы делаем и по своей сути которые являются не совсем естественно и природа которых не совсем естественно и мы должны оценивать эти поступки которые мы делаем как те поступки которые являются не естественными для всех людей почему потому что вы новое творение естественно ли что вы стали новым творением или сверх естественно это Это сверхъестественное. Как новое творение вы совершаете некие поступки, на которые вы не были способны до того, как вы стали этим творением. И мы должны понимать, что те поступки, которые мы совершаем, стали, как новое творение, они сверхъестественны, потому что они исходят из сверхъестественной природы. Они естественны природой вещей. И люди, которые ходят с нами, они каким-то образом странно воспринимают нас. Мы говорим, послушай, да естественно этим заниматься. Он говорит, не понял. Так для меня это естественно, а ты, собственно говоря, понятно, кто такой. Для тебя же это не естественно, а для меня естественно. Да нет, для человека это не естественно. Для человека, по своей суде, это не естественно. Мы подойдем к вопросу, к даянию бабушкам. Мы подойдем ко всем этим вещам. Не переживайте. Взаимоотношения материальные между человеком и человеком мы будем рассматривать достаточно подробно. И бабушек, которым мы даем деньги, мы тоже вспомним. Тогда мы вернемся к этому разговору. Конечно, о чем вы говорите? Я даже буду показывать, как вы это делаете иногда. Что именно? Даете деньги. Ты же не видишь. Ой, 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 можно подумать, я не знаю, как это происходит. Идет человек по улице, и он так издалека видит бабушку. И вот тут он чувствует... И тут он чувствует естественное побуждение для сверхъестественного творения дать ей деньги. И когда он почувствовал в себе этот призыв, он засовывает руку, собственно говоря, в карман. Соседу. Свой. Ну, как вы могли? Ну, зачем? Свой. Вот эту руку он засовывает в карман и начинает щупать. Он медленно придвигается к этой бабушке и щупает. Мелочи нету. Задача усложнилась. Начинаем перебирать купюры. Подсматриваем. А, так я же не в курсе, что же вы мне подсказываете? Я ничего не пускаю из процесса, как там происходит, все в кармане. Бывает, что мелочи нет вообще сразу. Да, бывает мелочи. И тогда все равно мы переходим ко второму этапу. Отбирание купюр. А купюры он не дает. Не, подождите. Покоя. Вы меня не перебивайте, я сам все расскажу. Если он купюры не дает, ко второму процессу он не переходит. Предположим, он добрый человек, его природа как нового творения. Все понятно. Естественно. Он перебирает и не может найти. И тогда, когда он уже потерялся, совсем в своих бумажках он делает так. Ну, чтобы не промахнуться, чтобы не дать купюру не того достоинства, чтобы выбрать же самую большую из них. И после того, как он убедился, что он правильно отобрал, он, значит, с дорогой душой. Я ничего не упустил из процесса. Я же не видел, как вы это делаете. С точки зрения естества или неестества? С точки зрения того, как вы даете. Я ничего не пропустил? Ничего. Все хорошо. Просто, чтобы мы понимали, что мы новое творение с вами вдвоем. Это то, откуда я знаю. Даже если меня не было рядом с вами в этом процессе, я тоже участвовал. Я тоже, естественно, двигался по духу вместе с вами и давал милость. Хорошо. Все нормально. Ну, все хорошо. Нет ничего нового под солнцем, тут подсказывают нам. Думаю, что я несколько постарше вас. Так что вы шли по моим стопам. А я шел по стопам очень многих людей, которые были до меня. Ну, в общем-то... Все понятно, да? Так что, если вы хотите рассказать мне, как вы что-то делали, я вам могу тоже рассказать. Но пока вы сидите там, а я остаюсь здесь, поэтому я буду пользоваться этой привилегией и рассказывать буду я вам. Хорошо. Хорошо, договорились. Итак, желание естественное расстаться с чем-то сильно в нас, не получая ничего взамен. Поэтому есть часть в нашей жизни, действительно, когда даже для неверующих людей, они расстаются с чем-то, не ожидая получить взамен нечто материальное. К примеру, есть такие странные взаимоотношения между мужчинами и женщинами, когда они хотят понравиться друг другу. И как это ни странно, мужчина начинает делать подарки. Да? Бывает такое? Конечно. Таким образом, мы выражаем, собственно говоря, свои чувства. Бывает, мы идем к нашим друзьям на дни рождения. Бывает такое в нашей жизни? Редко. Или часто. Я не знаю. Все зависит от того, сколько у вас друзей. Или родственников, или знакомых. И мы дарим людям подарки. Как это ни странно? И мы, в общем-то, не ожидаем, что они нам подарят что-то в ответ. Мы так выражаем свои чувства. Бывает такое, что мы с кем-то повздорили. Бывает? И мы хотим вернуть расположение этого человека, и мы дарим им что? Подарки. Подарки. То есть, все-таки бывает, что мы пытаемся выразить свои чувства через... И как это ни странно, наши подарки, они говорят о чем-то. Говорят? Ну, говорят о том, что мы чувствуем. И то, что делают с нашими подарками, нам тоже о чем-то говорить. К примеру, наш подарок не принят. Мы что-то поняли? Мы хотим примириться. Да? Приносим наш подарок. Нам говорят, забери его себе обратно. Обратно. Я догадываюсь, что хотел сказать мне этот человек. Мы приносим какой-то подарок девушке, за которой мы ухаживаем, а она его не принимает. Нам что-то об этом говорить? Да. То есть, наши дары и их принятие или отвержение умеют о чем-то говорить. И вот была одна история. Она, мы сейчас находимся вот здесь. Была одна история. Эта история была с двумя братьями. И мы потратим достаточно много времени, разбирая эту историю, которая произошла в жизни двух братьев. Звали их как? Большое спасибо. Их действительно звали Каин и Айт. И вот, были два парня. И, в общем-то, эти парни чем-то занимались. Один занялся естественным занятием для него. Стал родоначальником первой династии трудовой. Помните, в Советском Союзе были трудовые династии. Это когда дети начинали заниматься трудом, которым занимались их родители. И вот был такой парень. Папа у него был кем? Трактористом, земледельцем. И он, собственно говоря, тоже решил стать земледельцем. Это было все понятно. Первая трудовая династика. Это был у нас кто? Тайм. И был у нас Авель, который начал заниматься не совсем тем же занятием, которым занимался его отец и брак. Он стал пасти овец. Все хорошо. И вот, одному из братьев приходит светлая мысль в голову, принести дар Богу. Хорошая мысль. Хорошая мысль. И кто решил это сделать? Каин или Авель? Авель. Что, есть мнения какие-то? Подождите секундочку. Я разве спросил? Я спросил ваше мнение. Я же про мнение. Кто это решил сделать? Каин или Авель? Как вы думаете? Я думаю, Авель. Авель. Ваше мнение совпало. А вы как думаете? Тоже. А вы как думаете? Точно так же. Я сейчас кого-то накажу. Каин. Каин. Не, кто-то первый это решил сделать. Я понимаю, хороший еврейский ответ. Авель. Выбор должен быть только один. Если она сказала Авель, вам подсказывают другой вариант, чтобы кто-то хотя бы из двух. Значит, Авель. Спасибо большое. Авель. Подсмотрела, понятно. Я понял. Но если она посмотрела и сказала Каин, то... Нет, так она же посмотрела и сказала Каин. Так вот, наше представление, в общем-то, абсолютно нормальное. Если Авель был хорошим, а Каин, собственно говоря, наоборот, да, то кто должен был сделать хороший поступок? Правильно. Правильно. Ну, что же нам говорит Писание? Писание в 4 главе нам рассказывает. С 3 стиха. Спустя несколько времени Каин принёс от плодов земли дар. И Авель, что? Тоже. Так, кто был первый? А Авель? Тоже. Идея принадлежала, собственно говоря... Каин. Ну, это нормально. Непонятно, как ему что-то хорошее пришло в голову, конечно. Он же был плохим. Но тут написано. Спустя несколько времени. Что это значит? Что был промежуток времени, когда они, собственно говоря, жили. Мы не знаем, сколько времени прошло, потому что Писание не открывает нам этой тайны. А мы просто говорили, что спустя несколько времени, да, Каин сделал что-то. Он принёс от плодов земли дар Господу. Пожалуйста, закройте сейчас Писание, что мне тяжеловато, когда вы вместо того, чтобы слушали меня, стараетесь быстро прочитать то, что там написано. Когда вам надо будет, я вам скажу, откройте. Я вам прочитаю, вы потом можете проверить, правду ли я прочитал оттуда. На самом деле, в нашей голове есть некие представления. И вы можете определенным образом извлечь их из своей головы и увидеть, какие они у вас там. Если вы просто говорите, как вы себе это представляете. Какая картина у вас осталась при прочтении Писания. Другой вопрос. Вы быстро подсматриваете правильный ответ на заданный вопрос. И вы даёте правильный ответ. Скажите, пожалуйста, ваше представление изменилось? Вы дали правильный ответ. Всё хорошо. Никаких претензий, никаких проблем нет. Вы правильно ответили. Всё отлично. Пять. Пять. Ну, что делать с вашим представлением? И тогда результат в вашей жизни? Хотите, подсматривайте. В общем-то, нет никаких проблем. И давайте правильный ответ. Я ничего не имею против, друзья мои. Но только вопрос. Вы же читали это. Вы же как-то это восприняли для себя. И так как вы это восприняли, вы так представляете. Я вас прошу. Скажите мне, пожалуйста, как вы представляете? Я не помню. Отлично. Я знаю, что вы не помните. Я знаю, что вы не помните. И это нормально, что вы не помните. Хотя это неправильно. Но поверьте мне, я знаю некие представления, которые складываются в голове у людей. Скажите мне, пожалуйста, вы помните Нагорную проповедь? Чуть-чуть. СМ-8, где-то так. И вам иногда, как верующим людям, другие люди задавали вопрос. Послушай, скажи мне, око за око, зуб за зуб, что это за дикость такая? Спрашивали у вас люди? И я же прекрасно знаю, но это как история с мелочью, как вы отвечали на это. Вам было удобно, когда вам задавали этот вопрос? Вы не затруднялись с ответом на этот вопрос? Не испытывали никакого дискомфорта, когда вам спрашивали, слушай, что это за бог, который выбивал глаза и зубы? Что это за дикость такая средневековая? Почему средневековая, кстати, непонятно. Это было намного раньше. И вы что-то начинали говорить, правильно? Говорили? Слава Богу! Когда мне последний раз задавали этот вопрос, как раз накануне так получилось, что я его исследовал. Думаю, это было не случайно. Значит, я просто обратился к Ветхому Завету, нашел эти места, которые говорили об этом. Я увидел, что, во-первых, это находится в главах, которые адресуются к тем, кто должен быть судьей в Израиле. То есть, это судебные законы. Спасибо. И это принцип суда. То есть, мера за меру. Наказание не должно быть большим. Большим, чем причинен ущерб. Но и не может быть меньшим, чем причинен ущерб. Глаза и зубы, собственно говоря, не при чем. И все решалось по-еврейски. Предусматривалась даже, в общем-то, потеря временной трудоспособности, компенсация за такую потерю. И когда Ишуа обращался, он говорил, послушайте, вы слышали, что сказано древними. И те люди, которые слышали, что сказано древними, они понимали, в общем-то, что это руководство к действию не для обиженного человека. Что это руководство к действию для судей. И этот закон, это закон справедливости, ограничивающий месть и дающий понятие справедливости и суда. Здесь все нормально. Ну а дальше было сказано что-то относительно того, что кого-то кого-то ударит. Да? Разбирались с этим. И у меня вопрос, прежде чем мы приступим дальше. Скажи мне, пожалуйста, а то, что было написано дальше, касалось только левши или правши? Тоже касалось. Это нестандартный вопрос. Библия писалась для левши или для правши? Для правши. Для всех. Это понятно. Это так, чтобы ответить, чтобы не отвечать. Это мы знаем. Все-таки выбор был для левши или для правши. Третьего выбора не было. Когда мне надо было, чтобы вы ответили все деньги нейтральные, я вам дал этот выбор. А здесь я как раз его не давал. Все нормально. Так что, для левши или для правши? Я знаю, что вы не знаете. Все нормально. Я знаю даже, что вы не знаете, для чего я это спрашиваю. Поэтому... Конечно, для правши. Не знаю. Так я же знаю, что вы не знаете. Все левые правы. Просто надо выбрать. Можно выбрать с точностью наоборот, чем все предыдущие. Которые не правы. Вопрос не празднует. Вопрос не празднует. Когда Бог давал свою тору, он знал, что большая часть людей является правшами. А если где-то вопрос касался употребления левой руки или правой, там были особые оговорки. Значит, для кого? Для кого? Для правой, для правой, для правой и для правой. Спасибо. Все-таки для правой. Да. Так вот. Меня интересует. Еще дальше говорит о том, что если кто-то тебя ударит. Почему? По правой или по левой? По правой. По правой. Теперь посмотрите друг на друга и узнайте, где правая щека. Я понял. С вами все понял. Ближе. Били вот так? Когда это так били? И по какой щеке вы тогда попадаете? Еще раз. На отмашь. Когда это так били на отмашь? Так били по правой или по левой? По левой. Или по правой? По левой. По левой. По правой. Если он правша, а Библия для кого написана? Для правши. А написано в правую. Проверяем. Значит, в общем-то, в общем-то, понятно, да? Да. Что когда вы разбирали, то вы знали о том, что говорится о рассчитанном, задуманном унижении. Да. Это удар тыльной стороной рулевой дыни. Но большинство людей подразумевает. Что? Драку на улице. И тогда, в общем-то, очень затруднительно объяснить, что имелось в виду. И мы здесь видим одну правовую норму, продолжающую разбор другой правовой нормы. Дальше написано что-то об одежде. Если кто-то захочет снять с тебя какую одежду? Сними и нижнюю, да? Так там написано? Отдай нижнюю. Но на самом деле там написано ниже следующее. Если кто-то захочет судиться с тобой, речь идет не о подворотне, а о продолжении следующей правовой нормы. И написано, если кто-то захочет судиться с тобой и забрать то, на что он по закону имеет право, собственно говоря, на нижнюю рубаху, отдай ему то, на что он по закону право не имеет. Верхнюю. Относительно верхней одежды существовало специальное постановление в Синайском законе. Итак, наше представление, наша ментальность вернула нас куда? К подворотне. Где, в общем-то, снимали верхнюю одежду. А нижнюю оставляли. Ну, если нижняя была достаточно хороша. Но здесь говорится о другом обществе и о других нравах. Следующий закон, о котором говорится, он уже имел отношение к римскому праву, вы можете его не знать. Это закон о поприще. И если кто принудит тебя идти одно поприще, то на что, собственно говоря, имели право, пойди, на что они не могут рассчитывать. Понятно, да? Понятно, да? Здесь идет разбор неких постановлений закона. Некого законодательных принципов, которые по-новому раскрывает Ешо. Кстати, следующая норма закона оставлена без изменения, в Синайского закона оставлена без изменения. Мы с ней будем подробнее разговаривать чуть дальше. Но то, о чем я хотел вам сказать. Мы что-то себе представляем, исходя из той ментальности, где мы выросли и в чем мы были воспитаны. Понятно? И нам лучше разобраться, а какое же наше представление на самом деле. И тогда мы можем задать себе вопрос, а почему оно такое, проверить его и изменить его на правильную. А можем дать правильный ответ, не обратить внимания и жить с этим представлением дальше. Будем разбираться с представлением? Продолжение следует...